Здравствуйте, уважаемые трейдеры! С вами на связи Виталий Кухта, Кухта Кэпитал. Мы встречаемся в этом году, в 2020 году, первый раз. Последний наш обзор рынков был в прошлом году. Я ездил на длинные-длинные, скажем, каникулы, праздники для себя как трейдера. Нужно отдохнуть, там всего 5-7 дней, как некоторые трейдеры, я заметил, отдыхали знакомые. Я считаю, этого отдыха немного мало, и я себе провел такой праздник на чуть более двухнедельный отдых. Это зимний отдых, всегда Новый год, Рождество. Это зимний вид отдыха. Катание на лыжах, на сноуборде и так далее. Давайте мы приступим к нашему обзору рынка. Поговорим о том, о чем я говорил в прошлом году, в декабре. Те инструменты, которые неплохо отработались. Давайте начнем с биткоина. Почему биткоин? Были вопросы в комментариях, которые я снимал в прошлый обзор. Там ребята спрашивали по биткоину, что будет с биткоином и так далее. Напомню, я делал обзор, можете посмотреть прошлый обзор последний по биткоину. Я говорил, что у нас в декабре был неплохой заходной импульс. Возможно, этот импульс был истинным, разворотным. И как мы видим, я говорил после вот этого импульса, здесь хорошая проторговка. Здесь были очень отличные точки входа на покупку. То есть, те ребята, с которыми я работаю, они понимают, какие точки входа здесь возможны. Где заходить с коротким стопом, с более длинным стопом. Здесь было очень хорошее понимание. И где-то с уровня, с этой зоны накопления, которое было в районе 7000 за один биткоин, цена выстрела почти до 9000. То есть, это 2000 долларов. То есть, это в процентном соотношении, это более, скажем, 20%. То есть, это без учета плеча. То есть, я говорил, что если вы холдер, без плеча торгует, то, в принципе, вы могли на сегодня заработать более 20%. Если просто сидеть в биткоине. Если работать с плечом, хотя бы минимально, там, второе, третье плечо. То есть, это можно было вывечить депозитом на 50-60%. Если есть более агрессивные трейдеры, которые торгуют, скажем, плечом, там, десятые, двадцатые, пятьдесятые, сотые плечо, да, то здесь можно было вывечить депозит на этом движении очень сильно. Конечно, не все движение всегда получается забрать, но, скажем, очень-очень хороший был выстрел после вот этого накопления, да. По текущему состоянию, скажем, что сейчас происходит на биткоине, скажем, торговых идей нету, да. То есть, чтобы сказать что-то по инструменте, нужно иметь какой-то паттерн накоплений, да, чтобы понимать, куда он, возможно, пойдет. Сейчас цена вроде бы смотрится дальше вверх, но каких-то торговых сильных рекомендаций дневных среднесрочных с текущего я не вижу. Может ли продолжиться данный рост, который я прогнозировал в декабре прошлого года? Да, мы можем пойти дальше наверх, в десяти тысячам, и, как я говорил, что я биткоин вижу в районе 14 тысяч, ну, скажем, это в среднесрочной перспективе, это может быть больше без обновления минимума, который был в 6 тысяч, да, возможно, это был истинный, скажем, заходной импульс, скажем, в таком сегменте, да, или там будет еще через откаты переловить и дальше вверх, скажем, в таком сегменте. Поэтому сейчас из текущих, кто не покупал в прошлом году, то есть я пока не рынка, скажем, со своим мнением о биткоинах. То есть биткоин у нас очень хорошо отработался. Дальше, что еще можно сказать по другим инструментам? Немного я ошибся, скажем, по S&P 500. То есть я говорил, что я рассматриваю где-то в конце, получается, декабря, то есть это мы последние проводили где-то там в 20-х числах, в районе 3200 там с копейками. S&P 500 торговался. Я говорил, что я рассматриваю с этих уровней шорт. Он, скажем, локально немного отработался, там несколько процентов. Но дальше, как мы видим в этом году, скажем, в январе текущего года, индекс обновил новый хайл. Скажем, каких-то сильных паттернов здесь на шорт я не вижу. Я и в прошлый раз просто говорил, скажем, о том, что я вижу, что возможно выбирать небольшим объемом шорт без паттерна, потому что рынок сильно перегрет. Хотел также сегодня, почему я обратил внимание на S&P 500, что хоть у нас сейчас нет паттернов никаких на шорт, просто есть очень хорошая, скажем, статья от компании, которые отслеживают сантимент на рынке. То есть вот этот график очень интересный. Смотрите, вот я сейчас его выделю, да. Это данные по S&P 500, количество покупателей и продавцов на этом рынке. Смотрите, вот у нас вот это конец, вот эти данные, конец 2018 года, помните, когда S&P 500 делал вот эти сильные движения вниз. То есть здесь движение было где-то в районе 10-15% снижения очень быстрые. Сантимент рынка, то есть покупателей было очень много на рынке, то есть исторические хаибы. И на текущем моменте у нас аналогично покупатели находятся на максимуме. То есть с текущего плюс-минус, да, мы еще можем вырасти, мы можем, скажем, набирать снова небольшим объемом, надеяться на очень сильные движения вниз, ну, хотя бы в районе 10-15% это как минимум, да. Можно ли это пробовать с текущей продавать, да. Но я предпочитаю, скажем, дорогоать по какому-то паттерну, который будет контр-трендом. Поэтому я пока вне рынка по S&P 500, но, скажем, если в таком сегменте рассматривать, я думаю, что где-то в ближайшее время что-то должно произойти на рынке. Там будут уже новости пас-фактум, S&P 500 очень сильно будут падать, да. То есть, вот, скажем, согласно вот этим данным. То есть, и просто если посмотреть исторически, да, смотрите, вот таких данных за последние несколько лет, таких, такого позитива на рынке еще не было, скажем, вот был, скажем, вот данные за 2015 год, вот, скажем, сильный обвал был, то есть на максимумах. И то, что у нас текущее время там 25 пунктов, скажем, такого еще не было. Поэтому, скажем, какую-то коррекцию я ожидаю по S&P 500. Вот, у меня есть много знакомых ребят, которые сейчас покупают на максимумах, то есть рынок дает там несколько процентов роста, но, скажем, это как предупреждение по рынку. Скажем, это не торговая рекомендация, я больше люблю ходить на каких-то паттерн, на контрактах. Но, для размышления, возможно, взять на, скажем, себе на фильтр и понимать, что сейчас происходит на рынке. Это что касается S&P 500. Биткоин сделали, S&P 500 сделали. Дальше перейдем к валютному и товарному рынку. Давайте пройдемся по таким инструментам. В принципе, у меня есть мнение, скажем, основное по рынку, что, скажем, оно такое сложное. Я вижу пока по всему рынку ослабление доллара. То есть, это что касается NZD, австралийского доллара. Ну, давайте вкратце. Это не торговая рекомендация, это сугубо мнение, потому что достаточно сложная ситуация. Давайте с австралийского доллара по минутке пройдемся по этим инструментам. Я думаю, что у нас сейчас идет вот здесь накопление очень хорошее и может быть достаточно сильный выстрел наверх с обновлением вот этого хая. По австралийскому доллару. То есть, в текущих можно покупать стоп где-то в районе за ниже 0,68-80 этой зоны, ниже можно стоп ставить. Я вижу сильный рост по данным инструментам. Если я ошибаюсь, то, скажем, пойдем вниз. Дальше. NZD аналогично. Скажем, мои ученики предлагали на этой неделе покупку по данному инструменту. Она чуть-чуть пошла не по тому плану, который ожидался, но, в принципе, нарисовал другой паттерн. Здесь вот с этого движения сложного пробоя. Я думаю, что у нас есть шансы дальше уйти очень сильно наверх на обновление вот этого максимума. Дальше. Иена пока нету никакого мнения. Канадский доллар у нас с текущих смотрится шорт. Шорт где-то в диапазону вот сюда. 29,80 и, возможно, ниже в район 29,50 плюс минус. Ну, скажем, минимум можно взять каких-то 50-60 пунктов движения с текущих. Очень хороший шорт даже смотрится по канадскому доллару. Дальше. Фунт-доллар. Вкратце. Нет торговых моментов. Если даже сравнивать австралийский доллар, хороший момент. NZD так себе. Канадский доллар очень хороший момент. на шорт и фунт-доллар. Нет торговых моментов, но мне он смотрится в лонг. Дальше. Нефть. Нету мнения по этому инструменту. По золоту на текущий момент аналогично. Нету мнения. Скажем, куда оно пойдет. Даже не хочу, скажем, думать. Ну, я думаю, в лонг, но пока я мне рынок по данным инструменту. И франк. Так, скажем, вчера я думал, что данный инструмент пойдет в лонг. Он пошел. Но локально всего там около 15 пунктов. И сейчас, скажем, у меня есть по нему покупка с коротким стопом, там 20 пунктов. Вчера вот здесь покупал в этой зоне. И, скажем, на текущий момент, сомнительно верю в свою покупку. Даже, возможно, перенесу без убыток или закроюсь. Чуть позже посмотрю, что дальше будет. Думал о сильном лонге в эту зону. Но, скажем, есть очень аналогичный пример. Как был по доллар-иене, где-то полтора года или два назад. Я думаю, что мы можем дальше вниз очень сильно сходить. Поэтому, по этому инструменту пока каких-то торговых рекомендаций я не буду давать. Данная рекомендация по евро-доллару, скажем, она тоже такая сложная. Почему? Смотрел, скажем, хотел пойти против системы. Видел несколько моих знакомых трейдеров, рассматривают евро-доллар в шорт очень сильный. Может ли он быть с текущих или чуть выше и потом вниз? Может, да? Но я бы хотел пойти против системы. И, скажем, есть здесь некоторые паттерны, которые показывают, что у нас может быть очень сильный лонг. На перехай вот этого уровня 12, 12, 1-12 там с копейками. Я думаю, что у нас возможен сегодня сильный рост или там уже с понедельника будет. Скажем, если вы решили пойти на мою сторону покупок со стопом небольшим, можно за вот этот минимум или за сегодняшний минимум. Или, скажем, где-то вот эти три варианта стопов. Становки стопов. То есть, небольшим объемом, потому что я же говорю, идем против системы. Плюс смотрел также не только статистику моих знакомых управляющих. Я не знаю, все обзорщики, которые сейчас сделали обзоры, но те, которые там в фейсбуке все время, статистика, по их публикациям, то все шорты. И видел, что большинство трейдеров, которые есть статистика по компаниям, форексам, да, они все топят за шорт по евро-доллару. И я думаю, что рынок их может наказать. Скажем, это такое мнение. Посмотрим, ошибаюсь ли я. Это суббан. Суббан, такой момент. Поэтому, в общем, я за снижение доллара на рынке. Очень нужно быть осторожным, потому что может пойти очень сильный шорт. Поэтому торгуем за стопами в адекватном объеме. В принципе, все. Но еще золото, скажем, то, что я говорил, что вне рынка, да, с прошлого, скажем, нашего обзора, который я говорил в этом гипосонии, который был в декабре. Я говорил здесь за возможный шорт, но при пробое, вспомню, уровне 1482 у нас рассматривается синий шорт. Точнее, синий лон. У нас не произошел шорт. Цену пробили наверх, закрепились выше. То есть, очень хороший выстрел был на более чем 100 долларов. Я думаю, на этом будем заканчивать. Такие моменты по рынку. До следующего обзора, если будут какие-то более интересные моменты с понедельника, я думаю, там, в принципе, с компанией Маркет договорились, что если будут интересные моменты, я могу снять обзор в любой день, понедельник, вторник, следующий или пятницу. Я думаю, так и будет, если что-то нарисуется на рынке. Поэтому всем удачных торгов. До следующей недели и сегодня. С вами был Виталий Кухта, Кухта Capital. До свидания.